Была у нас однажды одна моя любимая история про строительство фундамента. Пришел к нам заказчик со своим проектом. Небольшой дом из газобетона с монолитными перекрытиями, с монолитной плитой. И, значит, первый вопрос, который я ему задаю, глядя на весь этот прайдерю, была ли сделана геология участка? Потому что там нарисован был дренаж, плита, подсыпочка определенная была сделана под плиту. На что он мне так заявляет бодренько, там и так, типа, все понятно, там сухие грунты, и все соседи строят примерно на такие же фундаменты. Ну, типа, ок, не вопрос, значит, начинаем стройку дома. Это прям буквально, наверное, 1 июня, если я правильно помню, то есть уже нормальное такое лето. Все, да, действительно, участок, ну, плюс-минус сухой внешне. Причем так еще немножко на возвышении находится. Это, кстати, недалеко, примерно на крайне Подольска. Загоняем прям технику, то есть делаем разметку участка, загоняем технику, и начинает экскаватор, это GCB-шка, копать грунт. Нам надо по проекту снять примерно 70-80 сантиметров верхнего слоя грунта. Значит, трактор так бодренько выкапывает одну полосу, наверное, метра полтора на так почти всю длину дома, на 11 метров. И тут наступает самое интересное. Эта ямка плавненькая, но довольно активно заполняется водичкой и превращается просто в болот, в кашу. Значит, стоим, смотрим на все на это дело. Заказчика нет, заказчик на работе. Спокойно смотрит в камеру свою, его ничего не волнует. Ну, волнует, но не так сильно, как нас. Значит, мы на это смотрим. Говорим, ладно, фиг с ним, давай копай дальше, посмотрим, может быть, это только тут локально какая-то проблема. Значит, пока трактор пытается выкопать дальше, он постепенно начинает, он колесами, колеса же здоровы, он накатывает там себе клею, начинает куда-то сползать, и в итоге вязнет просто всеми колесами, садится прямо на брюхо вот в эту кашу, которую он даже еще толком и выкопать не успел. В итоге находим грузовик, какой-то здоровый трехмостовый там иностранный грузовик, который нам худо-бедно помогает этот трактор вырвать, потому что он даже ковшом сам себя уже выкопать не может, на нем все это говнище налипло, и он там благополучно начнет так вот в полу-накренившем состоянии, там начинает тонуть. Кое-как его выдернули, говорим, давай, ну, надо же понять все-таки до конца, насколько у нас тут жопа. Говорит, давай, выкапывай нам отдельный котлованчик, вот насколько у тебя ковш хватит, выкопай, посмотрим, что у нас вообще с водой, что там вообще внутри, что за каша. Геологии-то у нас нету, мы не знаем, во что мы строим заказчик, только уверен, что все круто. Значит, он выкапывает вот всем своим ковшом на всю глубину, насколько хватает, это так примерно вот так, человеческий рост туда, если нырнуть. Значит, пока он выкапывал, вытащил, вот прям вот остались вот эти резанные следы глины от ковша, и там прям методично четыре такие, не то что прям, конечно, струйки напором, ну, прям четыре ручейка с разных сторон начинают очень бодренько заполнять эту ямку. Причем буквально так вот прошел где-то час, эта ямка заполнилась примерно так, ну, сантиметров 70-80, это поверхности грунта от зеленой травы, туда вниз, все остальное, все заполнено водой. То есть, если я бы туда прыгнул, я бы, наверное, вот так утонул. Ну, соответственно, что с этим делать? Строить на этом нельзя. Я беру фотку, делаю фотки, отправляю заказчику, отправляю видео, с вопросом, типа, строим прям вот так, как есть, да, без дренажа сделать нельзя вообще. То есть, участок находится в середине деревни, и никаких канав, ничего нет. Вокруг соседей и общественная дорога, асфальтированная на возвышении. То есть, можно откачать эту воду, но сливать ее некуда, и можно сливать только к себе на участок, просто куда-то в дальний угол. И потом водичка эта постепенно, за счет наклона, за счет просачивания в грунт, снова все равно к тебе придет. То есть, можно сушать, постоянно откачивая и обратно закачивая себе же воду. Я фоткаю все это дело, отправляю заказчику с вопросом, типа, ну что, мы вот на этом строим, или все-таки сделаем геологию, в конце концов. Ну, естественно, заказчик быстренько бросил работу, благо он работал недалеко, приезжает, смотрит на все это, ну там реально трэш полный, там каша, болото и вообще полный мрак. Решаем, значит, делать геологию, значит, быстренько в несколько дней вызываем, благо были знакомые геологи, они быстро приехали, быстро нам сделали геологию, и по результатам геологии плитный фундамент сюда вообще никак не подходит. Или он подходит, но с какими-то такими лютыми вообще заморочками, обязательно нужен дренаж, который, как я говорю, сделать там практически невозможно. Или надо делать достаточно дорогой, серьезный прокол под дорогой, выводить, договариваться там между соседями, далеко там есть канава, но это прям капец денег бы стоило все. В итоге по проекту получается, что надо делать забивные сваи, достаточно глубокие, бетонные, и делать плиту ростверк, то есть это монолитная плита, но висящая над грунтом на определенной высоте, опираясь на вот эти сваи. Сваи довольно много получилось под этот дом. Да, и прикол в том, что мы-то уже участок распахали, мы уже болото-то там устроили, значит, это все надо отсыпать обратно, потому что что такое забивные сваи? Это, значит, надо сложить эти сваи, привезти, приезжает копер специально, точнее, его привозят, и он хватает сваю, и за собой на гусеницах ее вот так вот попкой тащит назад, поднимает и начинает забивать. То есть это гусеничная машинка, которой нужно, в общем, по какой-то ровной поверхности достаточно прочно ездить. Он по этому говнищу не сможет ползать, он там просто утонет. Получается, проблема в том, что нам нужно этот участок отсыпать обратно, но отсыпать уже не этой глиной и вот этой кашей растительной, которую мы устроили, это все надо вывести, заказать песок, настелить этот песок, немножко его хотя бы протрамбовать, чтобы по нему могла техника ездить. И только после этого мы заказали, естественно, сваи, на приездлете сваи и наколотили их. И вот все вот это привело к тому, что на круг человек потратил примерно лишних, по тем временам, это года 4, наверное, было назад, лишних порядка 260-280 тысяч рублей. Просто на ровном месте. Вот эти лишние копки, вывоз грунта, отсыпка песком, все привело к тому, что человек просто на ровном месте, процентов, наверное, 7 от дома, от коробки, от теплого контура потратил, просто вот в никуда, подарил. А на самом деле геология, это копеечная вообще процедура, она стоит 30-40 тысяч. Но если у вас какой-то большой дом, там 15 на 18, ну там надо 5-7 скважин сделать, то край вообще сотку это будет стоить, и то это, если еще далеко от Москвы. То есть это расходы несопоставимые с тем, какие приколы вы можете словить, не сделав геологию. Для тех, кто не знает, что такое геология, результатом геологического исследования является отчет, в котором написано, какие грунты, на какой глубине, где какая вода залегает, состав этой воды, там он имеет высокую коррозионную активность к металлам или низкую, бывает, что вода к бетонам имеет достаточно большую агрессию. То есть все это показывает именно геология. А механически это выглядит как, просто приезжает к вам буровая установка, она специальным шнеком, таким буром специальным, берет керны с разной глубины грунта, не просто его перемешивает, а она так прям вбуривается по хитрому, что может вынуть с определенной глубины определенные пласты грунта, эти образцы берут, складывают в пакетике или в коробочке и везут в лабораторию, и там их по определенной технологии проверяют. На это целый ГОСТ есть, какие грунты проверять, что с ними делать, шарики катать, колбаски и так далее. Кому интересно, может почитать. А если я уже выкопала котлован, и ничего не потекло, все нормально, можно геологию сделать? Тут смотря в какой момент вы выкопали, то есть если, допустим, копать в сентябре, в октябре, когда самый низкий уровень грунтовых вод, то, может быть, никаких сюрпризов и не будет. А если это делать в мае, например, там может быть вообще просто болото каша. То есть у нас грунтовый вод высокий из-за таяния, из-за того, что если нижний слой – это глина, туда плохо вода впитывается, почти вообще не впитывается. То есть очень условно. Лучше нет, лучше все-таки сделать геологию. Ну, то есть косяки по геологии могут проявляться только на начале строительства, или я уже построила лесом, не сделала геологию, и там все поломалось, потому что... Такое бывает? Ну, да, то есть ты не учел... Если ты не учел геологию, то ты построил дом, то есть ты фундамент сделал, все нормально. Потом ты ему нагрузку дал, у тебя тут осадка какая-то, тут подмыло что-то, да, или морозным пучением выдвинуло, и у тебя уже в процессе все лопнет. Да, вот, это и самый прикол, что это не сразу. А если мой сосед сделал геологию, я могу не делать? Ну, так, как бы, опять же, ну, очень условно, за уши-то можно там натянуть его, но погрешность геологии формально все-таки там в районе 4 метров. И даже больше скажу, вот прям мой личный пример, мы строили домик дачный один раз, и я прям сам этот пример видел. То есть у нашего заказчика колодец стоит около забора с соседом, и колодец пустой вообще, там воды нет, там что-то колец 7 было. И буквально через, наверное, метров 5 колодец соседа уже со стороны забора на соседском участке. И он полной воды, причем нормальной воды. То есть реально мы брали воду, наши рабочие брали воду у этого соседа. И там вода примерно на трех кольцах стоит от земли. То есть вот она, вот эта погрешность, реально там 5 метров. Конечно, если у вас там песчаник какой-то сплошной, вы точно знаете, что плюс-минус одинаковый грунт, можно воспользоваться геологией соседа. Но бывает, что и не сработает. Раз, по воде, а во-вторых, особенно разная геология по склонам. Вот на вершинах и в низинках, если у вас участок на склоне, она может меняться очень кардинально по глубинам, залеганиям разных грунтов и так далее. Там внизу, допустим, раньше когда-то речка текла, и там спокойно могут быть какие-то торфяные отложения, условно почти болото быть, просто сухое. А наверху у вас, наоборот, там какой-то пупок из известняка с небольшим количеством грунта. И тут прям супер надо строить. То есть вот разница там, ну 7 метров, 10, может быть, не больше. Когда можно рискнуть и сэкономить на геологии? Ну, единственный вариант, наверное, когда мы строим небольшой дачный домик на винтовых сваях, там цена ошибки очень маленькая. То есть даже если винтовая свая начала тонуть, ее легко там поддомкратил дом, поставил компенсатор рукожопости, и все нормально. А если вдруг эти сваи начали болтаться, то опять же, ну там укосин наварили или что, чтобы придумали какие-то технические решения, такие решения стоят копейки, потому что это все вот оно доступно, это все дешевое и легко решается. Но если вы сэкономите на геологии, сделаете, допустим, плитный фундамент, и вы поставите на него, на этот фундамент дом, а у вас грунт даст осадку, которую вы не учли, не зная геологию, уже по весне или там по осени, и даст осадку такую, что лопнет и плита, и дом до самого конька, то тут как бы экономия очень сомнительная. Цена ремонта может быть сопоставима со стоимостью нового дома. И тут экономить там 30-40, пусть даже 100 тысяч, если это какой-то большой дом, и у нас много прок мы берем, то, по-моему, несопоставимые расходы. То есть, естественно, обязательно надо делать галактики. И вообще, если мы берем нормы промышленного гражданского строительства, любые конструкции, стоящие на грунте, на земле, ну, естественно, ответственные конструкции, не говорим, там, беседки, пародики всякие, а ответственные конструкции обязательно должны строиться на фундаменте с учетом геологических особенностей данного грунта. Поэтому, если не хотите встрять на большие бабки, то надо обращаться к профессионалам. Вот здесь вот ссылочка, специально профессионалов есть. Обращайтесь к нам, мы сделаем все тип-топ. А с вами был Филипп и канал строительной компании Skyhome. Ставьте лайк, не забывайте подписываться, и да пребудет с вами сила геологии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok